Лето 42-го. Фашисты захватили Донбасс, пал Севастополь, немецкие войска подошли к Ростову и Ставрополю, а в Черкесске учителя и старшеклассники начали рыть окопы в центральном сквере. Многие роют самодельные укрытия в глубине своих огородов и садов. 11 августа в городе наступила ужасающая тишина. Ожидая появления немцев, местные жители попрятались. Фашисты вошли в город без стрельбы, быстро и очень уверенно. Противотанковые укрепления, которые горожане упорно строили два месяца, они просто объехали. Так начались пять месяцев оккупации Черкеска. Город был захвачен немцами полностью 23 августа 1942 года. Гестапо фашисты разместили в этом здании. Ранее здесь располагался всем известный магазин урожай. А все два этажа Дома Советов, ныне правительство Карачаева Черкесской Республики, были заняты немецким военным госпиталем. По количеству раненых, прибывающих в госпиталь, горожане понимают, что не все еще потеряно. Советская армия оказывает сопротивление. Наступление на Черкесск наши войска начали 16 января. Бои продолжались два дня, вспоминает Василий Шевченко. Он один из тех, кто сражался за освобождение Черкеска. И эти бои лично для него были не за город Черкесск, а за свою семью, родных и близких, за родную улицу и дом, в котором он вырос. Развернули орудия, пурга, морозы, пурга сильная такая. Ну вот ориентир церкви. Здравствуйте, живете. А там же моя мама пишет. Но обошлось, значит, пехота не попросила огня в артиллерии. Обошлось без стрельбы. И мы тогда спустились в поселок Чапаи. Казалось, что сама природа помогла советским солдатам. В дне освобождения Черкеска стояли жуткие морозы в минус 25. Из-за поднявшейся метели немецким солдатам было трудно ориентироваться на местности, а минные поля были покрыты толстой подушкой снега. Это и позволило избежать советской армии существенных потерь. Василий Шевченко один из немногих солдат-освободителей, которые дожили до наших времен. Из 23 жителей республики, освобождавших Черкесск, живых сегодня остались всего лишь пятеро. Но на мероприятие, устроенное в честь этой памятной даты, перед мэрией города Черкеска из-за плохого самочувствия смогли прийти лишь двое – Василий Шевченко и Михаил Савенко. Ветераны делились своими воспоминаниями с молодым поколением. Тогда первое, что потрясло, рассказывает Михаил Савенко, это комната пыток, где немецкие солдаты издевались над людьми. Немцы пытали наших солдат, почему-то подпольщиков они там не пытали. А вот когда мы вошли туда, на территорию, то увидели обожженные лица, изувеченные тела, все это. Это все, как говорится, фашистский путь. Около трех тысяч местных жителей погибли в период оккупации. Фашисты расстреливали всех, кто был заподозрен в партизанской или подпольной деятельности. 800 евреев были уничтожены в душегубках. К ним оккупанты испытывали особую ненависть. Яма с телами мертвых людей – это первое, что увидели советские солдаты, вошедшие в наш город в середине января 1943-го. После на этом месте появился памятник. В то время как раз хорошо разделило людей на наших и не наших. Очень хорошо было заметно. Мне довелось просмотреть, прочесть, не скажу, что сотни, но многие-многие десятки, в том числе и уголовных дел по изменникам Родины, которые были уроженцами нашего города. Но сразу хочу сказать, что многие годы существовали мифы, легенды о том, что у нас были здесь поголовно все предатели. Также были и легенды, и мифы, что были почти все партизанами. И то, и другое мифы. Были и партизаны, были и предатели, были люди, настоящие истинные патриоты. Уже в конце 1943 года все разрушенные предприятия, а это хладокомбинат, мясокомбинат, швейные и обувные фабрики, которые наиболее пострадали от фашистов, были восстановлены. Сегодня о событиях 70-летней давности, которые происходили в Черкесске, напоминают лишь старые фотографии. И мало кто из молодых девчонок и мальчишек знает, что Черкесск находился в оккупации. Было бы несправедливо забывать о подвиге солдат, освобождавших наш город. Ведь это наше прошлое, которым мы должны гордиться. Хатима Куршева, Михаак Ракелян. Итоги недели.